4 ноября, день осенней Казанской иконы Божьей Матери. Существует предание, когда в 1579 году в Казани произошел пожар и сгорела большая часть города, 9-летняя Матрона увидела во сне Богородицу, которая указала ей, где найти икону. В месте нахождения иконы был основан монастырь. Первой его монахинией стала Матрона. Было сделано несколько копий иконы Казанской Богоматери. Именно с ней двинулось народное ополчение Минина и Пожарского освобождать Москву от поляков. Это была одна из самых важных дат в крестьянском календаре. Сегодня отмечали день осенней Казанской иконы Бога Матери. В этот день поздравляли женщин, а мужчин встречали с заработком. Хозяйки убирались в избах, готовили разного рода вкусные блюда. К этому дню на Руси старались окончить все строительные работы. В народе осенний период был известен как свадебный. Девушки очень переживали, что у них нет женихов. Чтобы его привлечь, рекомендовалось совершать специальный обряд. Следовало сегодня встать пораньше и отправиться в березовую рощу. Там искали лист, покрытый инием. В этот лист смотрели, как в зеркало, и видели своего будущего жениха. Приметы. Если сегодня ливневый дождь, ненасти продлится еще долго. Если сегодня сыграть свадьбу, это хороший знак и залог счастья для молодых. Если сегодня помолиться Богоматери об избавлении от несчастного случая болезни, то она обязательно поможет. Если сегодня нет дождя, это к неурожаю в следующем году. Если сегодня погреб проветрить и окурить дымом от сушеного можжевельника, то припасы никто не тронет. Кто на Казанскую замуж выходит, счастливая будет. Выбирай корову по рогам, а девку по родителям. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.